друзья привет и мы не на куни ревеланд киндом друзья и продолжаем играть а также спасть помочь миру и отправимся лайдзинь это как я понял город мошенников но там все это как наверняка казино все это есть все условия для мошенничества так что пойдемте и победим как бы нам и изи прошли там сундук даже а ничего что мы вот так вот пойдем поможем миру ну попробуем придумать на сексуще никто из нас минусе не будет слеза слеза для восстановления жизни это хорошо так ты тупишь это хорошо так джеки хита сверху там вот сундучок сундучок мы должны взять как отличный топор стальной топор ну ка у кого там снаряжение у у нашего того чувака у нас тут есть холод целебный дуплесник и сливочки мантику роба идем как и вот эти вот так должны пройти как раз или портал казалось курица в это здесь тепло теплое сукно мошебство какое-то скелет летающие паразиты как ты блядь это вылез вот чёрт а мелкий из победа безоговорочно изи иди так нашу так что нам надо здесь нам пройти нужно этого победить аккуратненько сейчас что там мне показалось мне показалось сундук показался а его нет так здесь проходим вот так ну ну-ка не должен увидеть скелеплазм 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 давай проходи туда берем все что нужно да 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 ступил тоже мне так все мы прошли сундук сундук какая девочка стоит ух ты если честно я тоже здесь первые слухи не врут просто потрясающе да недорно гор говорит в этом городе есть государственное казино посетить которое приезжает туристы с всего мира государственное казино ну что попробуем навестить этого шестиги да если мы хорошенько попросим он возможно вернет достопрям достопочтенному ниру его лес да но где искать шести шести ноги вот там на самом верху виднеется что-то похоже на замок нет я думаю что это там ведь верховный астролог у них это как наш король не то чтобы у нас есть варианты давайте попробуем так телепорт кто ты кто ты отважный малый гавба расхватила смелость заговорить со мной ведь меня называют самым крутым сильным воином лайдиня но судя по твоему виду ты слабак если хочешь стать моим подручным иди вначале поставь свое имя хм а че здесь стоишь? кого ищешь? непонятно так хм грех здесь не собрать подышающий подышающий про пряжу ты кто? да добро пожаловать лайдинь мой юный друг повеселиться здесь как следует хм хорошенькая по хау да привет если вас заинтересовало меню нашего заведения вы обязательно должны попробовать нашего леда заказ можно сделать у работника за столиком так а вот это ароматище сразу ей захотелось ты кто? просто так ты кто? о турист я его его друзья туристы я здесь все знаю давай расскажу где тут какие магазины так магазин еды прямо напротив так все очень вкусное дальше оружейный магазин еще немного вперед по улице и наконец торговая лавка повери на поверни на узкую улочку рядом с магазином еды ммм вижу так здесь оружка да? сейчас там с оружкой есть ну и когда посмотрите добро пожаловать железный физолис что-нибудь желаете? мммм 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 ммм мммм нему смотри а остальные такую как верные ну и кое может продать? продать что можем на тебе ммм лит�� они пусть будут пульсы воды там ботинки защита вот этим продадим хорошо чем важные сапоги об чем чувствами давай он от огня и трава защита разная вот этот надо продать простой не нужны трусь возьми из него трусь воды продали обычно топоры да счастливо да так что там идем дальше но и телепорт гостиница же смеет просто давай за него полно трудности звезда тяжелых испытаний освещает твой путь конечно ты можешь не верить на мои предсказания всегда сбываются приветствую ты приехал домой далеко из лао дзинь раз что приехал обязательно сходить смотреть священную кобякотов и это на площади просто следует лестнице что такое что случилось шестики прекрасно умеет читать будто звезды по звездам поэтому один так процветает 5g хорошо поднимаемся пряжа чё замолел а ты знаешь почему этой статуи рот открыт почему я знаю поэтому что она призывает удачу так папа сказал надеюсь он правда уговорить так это наверно казино столько народу я тоже хочу сыграть после того как это и и и и и и и и и это девушка страстная поклонница лайка лаяка но я считаю что вы не шинь лао куда прекрасней хоть они оба серьезные настоящие красавчики но шинь бутыры цель сказки обожаю его руки еще ищешь самый выдающийся звездочек нашего поколения конечно же лайка как-то решил зал тысячи звезд просто поражает воображение как подойдешь поближе так ашу дух захватывает так и я вов сестренка гава я стражница стажом пойдем посмотрим что здесь такое происходит похоже какой-то праздник братья и сестры вы как раз во время священный кубик куда сейчас объявит нам налог и если священный кубик покажет единицу то налога в этом месяце не будет что налога не будет да но уже два месяца подряд выпадает 6 а что случается если выпадает 6 налог увеличится в 6 кратно 6 кратно такой высокий налог что такое что за бремя нам всем тяжело но это судьба ничего не не поделаешь будем надеясь что в этом месяце нам повезет и выпадет единица определяет налог броском кубика что за вздор и бессмыслица это обычные наши страны мы всегда надеемся на удачу но это так волнительно и это касательно не только налога например решение сюда у нас тоже определяется броском священного кубика решение суда при помощи броска кубика именно если повезет ты невиновен если не повезет то добро пожаловать тюрьму а вот и великий астролог шестинги сейчас начнется церемония жеребия давайте посмотрим надеюсь выпадет не шестерочка но наверняка шесть выводят если они такие мошенники вот-вот начинается интересно что увидеть на этот раз хоть бы единица я вся на нервах а у священные кубик года поведай нам размеры налога в этом месяце пятерочка должна была выпить еще священный кубик куда выброс 6 в этом месяце платим новых в шестикратном размере черт снова шестерка ну что поделаешь так решил священный кубик куда тот человек похоже и есть шестинги тот парень сказал что вот уже третий месяц подряд выпадает шестерка как-то подозрительно уж не мошенничество ли это вполне может быть но пока у нас нет доказательства сперва после беседы с самим шестинам ги вон то здание оно кажется называется зал тысячи звезд шестинги отправился туда после церемонии так пост добавлен какой-то господин священный кубик куда послушайте что это за фигня снова упала шестерка почти вся моя зарплата выходит на выплату налогов ну так как здесь можно жить гринь какая-то не жить его так эй ты что так осторожник повторонний ход воспрещен мы пришли по поручению мира у нас все сообщение для верховного астролога шестинги верховный астролог человек занятой простым людям нельзя просто так получать у него в один тенденцию так у нас к нему очень важное дело мы по поручению мира нельзя хорошо как насчет того чтобы доверить решение кубиком если мы выиграем вы позволите нам встретиться шестерки кубиком значит занят на хорошо я согласен но если проиграть и заплатить круглую сумму деньги значит ну что ж почему бы нет ну что ж я приготовлю все необходимое для игры а вы заготовьте денежки приходите ну вот я начинаю игру вы готовы сумма ставки в 1000 гульденов вы можете заплатить позже окей давай отлично мы сыграем в красное и черное для этой игре понадобится три кубика сперва я брошу два кубика вы запоминаете выправшие значения затем перед тем как бросить третий кубик я попрошу вас предложит будет ли сумма последнего броска 11 или 10 и менее если вы считаете что 11 или более отвечайте красное если скажете что 10 и менее отвечайте черное однако если вы видит квадрат 3 единицы или три шестерки это особенный случай это называется инверсия сумма трех единиц 3 однако ответ в данном случае красная сумма трех шестерок в 18 однако ответ черная какая заморочка да на этом объяснение правила покончено ну как все понятно но в принципе все понятно получается в некоторых случаях мы можем выиграть почти наверняка довольно выгодное условие какие красивые кубики выгод довольно дорогими и не трогать это превратник зала тысячи звезд не трогать и разными руками это священные кубики ими могут пользоваться это лишь звездочеты ну что ж начнем игру и так я бросаю два кубика 6 и 1 на данном этапе общая сумма равняется 7 и так красная и черная так хорошо 3 или и так я бросаю последний кубик 6 сумма значение 13 то есть красная вы проиграли ну как это какая досада мне очень жаль и это все если хотите продолжить придется повысить ставки вы согласны это конечно эй эвен давай давай эвен ты обязательно выиграешь итак я бросаю два кубика у нас тут и 2 единицы это довольно выгодно для вас если вы будете еще одни единицы получится инверсия значит правильно ответ будет красный если вы же выпадет что другое черное но какого ответ красный или черная наверное красная потому что значит красная хорошо если при последнем броске выпадет 1 будет инверсия и вы победитель итак я бросаю последний кубик 2 общая сумма 4 то есть черная а опять вы проиграли мошенничество стопадово пора завязывать да нет мне кажется второй раз чуть ближе к победе было что закончен на этом если вы продолжите вы вам это влетит в копеечку еще раз давай итак я бросаю два кубика 2 шестерки у нас тут 2 шестерки надо же опять возможно инверсия если выбор еще одну шестерку получится инверсия и правильный ответ будет черная если же другое то красная ну какой ваш ответ красная или черная значит черная итак я бросаю последний кубик вообще сумма 13 значит правильный ответ красная опять я выиграл у вас и вы почти выцели попробуйте еще раз эван да сейчас я точно выиграю эван хватит что но ведь игра то же самое разгаре и так вы проиграли а значит вы должны менять 10 миллионов гульденов у нас был уговор на 10 на 1000 у вас же я уточнен перед втором и третьей игрой согласны ли вы с тем что ставки увеличатся после каждого последующего проигрыша ставка продолжает повышается в сто раз вот и посчитайте 1000 умножить на 10 тысяч получится 10 миллионов такие ставки нелегальны однако он действительно нас предупреждал и мы действительно согласились не спросив подробности да но у нас нет таких денег если вы не может заплатить сразу я опушу как это как ваш долг верни долг от него не скрыться он будет тебя преследовать верни долг пока ты не выплатишь понятно чё же делать что же делать мне не просто не встретиться шестинги но еще и попали на 10 миллионов гульденов верни долг долговой стервятник ну хватит же тупая птица если так посмотреть то тут не только у нас такая птичка глянь тут полно таких неудачников ни слова сказать во время этой игры мне показалось что каждый раз когда привратник делал третий бросок он что-то там мудрил и мне тоже правда а я так увлёкся что и не заметил вероятно это кубики непростые да точно этот тип еще говорил мол только звездочетом можно пользоваться ими ну что ж тогда если мы сможем изучить эти кубики нам возможно удастся раздобыть доказательства мошенничества и не заглянуть ли нам в казино если в государственном казино играют подобную игру велика вероятность того что там ходят в обращение такие же кубики точно согласна мне тоже кажется что это хорошая идея отлично на то мы перешили верни долг дурила посмотрели на него так и когда нам надо пора спрашивать народ казино а дорогие гости один момент в нашем казино шестиконечная звезда посетителям с долговыми стрельбатниками запрещено делать ставки а вот как минуточку этот молодой человек здесь просто за компанию он не будет играть он пришел просто посмотреть хм что ж тогда пусть проходит желаю вам приятно провести время отлично нас пропустили вот оно какое казино и в первый раз подобном месте если будем проходить всей толпой то мы привлечем ненужное внимание разделимся и займемся сбором информации так чё там этот снимок мой несомненный шедевр сам не устаю восхищаться как только посмотрите на это рога фотография сделана в вас и вам наверное не видно что сзади на хвосте у него монстра змеиная голова кстати на этого красавца я натонулся в пустоши монстра роман так принц и мо 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 на на я заметила на площади жребия мальчика и похоже на корональдского принца эвана обозналась правда с ним и получился только со спины наверное не очень понятно с кем там надо поболтать хочешь узнать больше о кубиках для казино любителя заварных игр понимаю понимаю если станешь искусным игроком от поклонниц а двое не будет но на самом деле это кубики такие такие же какие используют наши звездочеты поэтому как ниши нигде ты их не купишь это ведь эксклюзивная вещь нам простым людям как и не крути эти кубики не видать советуйте отказаться от этой затеи так с кем еще там поболтать девочка что меня беспокоит в этом казино а ну скажи меня смущает что дилер уж слишком силен в игре даже если ты явно мой день а все фишки на моей стороне в итоге проигрываю он должно быть набирает на везунчик мне стоит чаще посещать священную кубику да и старательно закаливать свою дочь удачу понял так а здесь так ну вот бывают иностранные гости понимают что мол мошенничество но это глупо ведь это казино официальное государственное заведение верно куда может быть мошенничество стране где все определяется броском кубика как можно совершить такое святотатство по отношению к священному кубикуде ну неудачник всегда кричать громче всех это понятно ну что ж мы закончили будем надеяться ребята тоже уделялось какую-то информацию узнать теперь я абсолютно уверен в том что кубик кубики используем в казино точно такие же как те что мы видели у звездочетов да это очень великая вероятность того что здесь все построен подстроена ух ты жирный какой точно я могу лично проверю подтвердить что в этом казино определенные одни мошенники верни долг о нет где ты успел завестись долговым стрелятником дубина ну я не смогу держаться чтобы не попробовать сыграть и сколько же ты продул не так уж и много но это столько столько же там было сколько там так короче ладно оставим этого болвана на самом деле я хочу кое-что нам показать только не здесь поищем другое место как насчет того чтобы поговорить в холле гостиницы так пост добавлю так я видел казино одного мужчину средних лет который как сумасшедший делал ставки как сумасшедший проиграл такая отвага несомненно впечатляет но если бы у меня был такой огромный долговый сервятник я бы наверное задумался ну да ну да на вниз куда-то Так, аккуратнее. Принц Кошакевич. А, это эти. Кажись, гостиница. Хе-хе, добро пожаловать. Э, вы не позволите нам воспользоваться халлом гостиницы? Пожалуйста, чувствуй себя как дома. Ну что ж, Шанти, ты там хотела показать? Хе-хе, если честно, я позамысловала втихаря один кубик в казино. Правда? Ну, это же нехорошо. Все, да, все, нормально, я просто его одолжила. Забудьте, неужели вы хотите взглянуть, как устроены эти подозрительные кубики? Хм. Так, смотрите внимательно. Если я нажимаю на единицу, выпадает на единицу. Выпадает на единицу, вот, нормально. Если нажимаю на пятерку, пятерка. Нажимаю на двойку. Двойка. Вот гнусные людюшки. Нормально вообще, вот. Так, все ясно, и вот в чем хитрость была. Тот превратник звездочет точно так же нас надул. Тогда пойдем и улечим его в мошенничестве. Нет, он может просто притвориться, что ничего не знает. К тому же, нас ждут неприятные последствия, если обнаружится, что у нас есть кубик. Ооо, я кое-что придумал. И че? Значит так, мы... А потом Низа... Рарарас... Что-то вроде бы того. Ну как, классно я придумал? А, это точно сработает? Как-то мне сложно это прокомментировать, но если он и правда сможет это существить, почему бы и нет? Ну вот и порешили. Добавь... Доверьте мне это дельце. Скорее, придемся к этому звездочетушке. Такой прям победитель. Пойдем, сходим быстренько. Так. Наверх. Тоже у него звезда, что-то. По морде получишь. Десять. Нифига, он десять миллионов там. Гюльденов он захотел. А по гюльденам не хотела получить? Обычный камень. Нифига, на него не ж. Где-то там. О, приветствую вас. Вы пришли вернуть долг? Верни долг! Мы пришли сыграть еще раз. Я не против, но ваш долг только увеличится. На этот раз я выиграю. Где? Мила, я на тебя рассчитываю. Я! Такой. Странно, сражение готовый. Так. Два и шесть. Итак. Выбор за вами. Красная. Ага, приступаю к исполнению плана. Че ты ковыряешься в носу? Итак. Сейчас. Серьезно? Соплей? Один. Что? Не может быть. Капец. Мошенничество. Это... Что это за трюк вы использовали? Кубики ваши бросали, и... Их тоже вы. О чем? О каком мошенничестве с вашей стороны может быть и речь? Или же вы расстроились, что ваш шулерский кубик не сработал как надо? И хотите все свалить на нас? Что я мошенник? Да вы, у вас нет доказательств. Что здесь со шумом? Великий астролог Шестинги. Что-то у вас случилось. Просто прекратите этот шум. Вы находитесь перед залом тысячи звезд. Верховный астролог Шестинги. Наконец-то мы с вами встретились. Мы к вам пожаловались от... Пожаловали от достопримечательного мира. Вы, подчиненный, хитрости не давали нам пройти. Да и еще и пытался загнать в долги и жульничал в игре. Неужели в Лайтзине принято так приветствовать гостей? Что вы, что вы. Похоже, мой подчиненный был чрезвычайно не учтив. С посланниками достопочтенного мира. Ах, как мог Звездочет допуститься до мошенничества? Свою властью я повелеваю аннулировать ваши долги. Хм. Спасибо. Я готов высушить вас. Пойдемте внутрь. В зал тысячи звезд. А этого в темницу. Слушаюсь. Но, но... Что вы хотели мне сказать? О послании достопочтенного мира. Так, мы просим его вернуть лес мира. Его законному владельцу. О, лес мира, значит. Хм. Этот лес достался мне по-честному. В качестве выигрыша в игре кости. В этой стране, похоже, процветает мошенничество. Нир, вы тоже обманули нечестной игрой? Ну что вы. Я не имею никакого отношения к этим мелочным жуликам. Исход нашей с миром игры определял сам священный Кубикуда. Кубикуда. Что? Сам священный Кубикуда бросил кубик, чтобы определить победителя. Он не способен на мелочный обман. Как тот глупец. Вот черт. Значит, это не тот кубик. В церемонии, которую вы ввели до этого, был использован куда более крупный кубик. Чем тот, что мы видели в казино. Да, но это не означает, что нельзя подделать его. Ну, так вы утверждаете, почему вам самим не проявить священного Кубикуда? Я вам дам официальное разрешение. Однако, имейте в виду, что священный Кубикуда наш святыня, и нужно обращаться с ним определенно осторожно. Что ж, мы воспользуемся нашим предложением. Идемте. Совсем бесцеремонная кампания. Согласен, вы абсолютно правы. Однако, нам все же стоит быть начеку. Только я подумал, что мы загнали его в угол. А теперь все, можно сказать сначала. Не совсем. Я уверен, что в этого священного Кубикуда тоже монтирован какой-нибудь хитрый механизм. Что ж, пройдемте проверим. Так, сюжетный квест обновлен. Страна шулеров. Давайте на этом квесте мы, на начале следующей серии, мы как раз осмотрим и определим, что здесь к чему. И здесь, вон, смотрите, здесь какие-то определенные есть мошенничества. А на этом все. Спасибо вам, друзья, за подписку. А также за вашу лайкосу. С нашим милом мы поможем сделать нашего короля королем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok